Я заказала самую дешевую косметику с Валберис. Это та косметика, которую мне хотелось бы сама попробовать, поюзать ее. Я заказала полноценную косметичку на 1700 рублей. И, честно говоря, я даже не помню, что я заказывала. Перед началом этого видео я уложнила лицо и губы. Также я состою в модельном агентстве, я являюсь моделью. И если вам интересна модельная жизнь, подписывайтесь на мои соцсети. Я испытаю все эмоции вместе с вами, поэтому начинаем. По классике, мне все пришло вот в таком пакете Валберис. Вот это у нас тональное средство. Люди писали, что это прям подделка на мак, но при этом люди говорили, что тональное средство прям хорошее. Я была в замешательстве. Мне очень интересно его попробовать. Стоит он 150 рублей. Признаюсь честно, мне очень страшно намазать это на лицо, но при этом безумно интересно, так что давайте это сделаем вместе с вами. Выполнена упаковка достаточно качественная, но я думаю, что она не самая прочная. Что можно ожидать от подделки за 150 рублей? Давайте попробуем нанести. Я нанесла на вот эту часть и ничего не поменялось. Окей, я нанесу прям основательно. Самое забавное, что это тональное средство я до этого не видела на Валберис, потому что так бы я его заказала 100%. Оно появилось относительно недавно, но при этом отзывов достаточно было много. Это тональное средство немного темнее моей кожи, но при этом если высветлить консилером, светлым консилером, то будет выглядеть вполне адекватно. По перекрытию оно в среднее, потому что какие-то высыпания оно прям не перекрыло. На самом-то деле я очень приятно удивлена, я ожидала намного худшего за 150 рублей. Поставлю я спокойно восьмерку. Из плюсов могу отметить, что это тональное средство на постоянную снова 100% подойдет, потому что оно не супер перекрывает, но при этом ощущается на лице очень комфортно. Также из плюсов это непосредственно цена, потому что, ну вы понимаете. Также могу отметить, что это тональное средство ничего не подчеркивает, все выглядит очень хорошо, все выглядит очень хорошо. Из минусов могу отметить, что это тональное средство израсходуется очень быстро. Не подойдет всем ребятам, которые очень светлые, поэтому будьте внимательны. После тонального средства у нас идет консилер. Приятно, что консилер запакован в упаковку. Я заказала самый светлый оттенок, и я надеюсь, мне подойдет, потому что я хочу высветлить лицо, чтобы оно выглядело более адекватно. Вот за этот продукт мне не страшно, потому что в нем, я уверена, на все 100%. Иногда, когда я покупаю консилеры известных брендов, они попадаются темными, и я очень боялась, что это будет таким же. Чувствуется, что упаковка очень твердая и надежная, поэтому это несомненный плюс. Интересно, перекроет ли мы ее высыпание, потому что тональное средство перекрыло не до конца. Текстура у этого средства очень приятная. Ребята, оно перекрыло не до конца, конечно, но большую часть прыщей перекрыло, и со стороны я бы не заметила свои прыщи. Я очень счастлива. Минусов у этого консилера я не нашла, потому что визуально все выглядит просто идеально. Ставлю миллион из десяти. Этому консилеру я бы дала и 300 рублей, и 400 рублей, потому что свои деньги это полностью оправдывает. Из плюсов могу отметить, что эта штучка очень светлая, и как бы я очень светлый человек, и оно высветлило у меня лицо, и это очень классно. Также из плюсов могу отметить, что продукт расходуется очень экономно. Я 100% буду использовать этот продукт, потому что 200 рублей. Просто посмотрите, какую милую пудру я заказала. Эта упаковка очень красивая, просто посмотрите на нее. Как я помню, этот продукт стоит 120 рублей, и за 120 рублей пудра, как бы, что? Я когда увидела эту пудру на сайте, я поняла, что ее нужно заказывать. Запаковали этот продукт просто железно. Без вспомогательных средств это просто не открыть. Открываю вместе с вами, мне очень страшно и безумно интересно. Вау, офигеть. Упаковка безумно приятная, она прям рельефная. Ребят, также немного не в тему, но у меня пришла вот такая лампа. Стоит она 500 рублей. Здесь можно выбрать разные оттенки, я выбрала синий. Давайте откроем вместе с вами. Она такая маленькая. Внутри есть такой кабель и достаточно длинный провод. Провод очень длинный, и это несомненный плюс. Давайте попробуем ее подключить. Ребят, она такая яркая. Она безумно красивая. Вот я и вот эта лампа. Кстати, на удивление, она качественная. Я прям удивлена на самом-то деле. Ставлю 210. Эта лампа очень маленькая. Мне это безумно понравилось, потому что можно взять ее куда-то с собой. Условно, можно положить сумку, пойти на работу, включить ее и наслаждаться жизнью. Могу отметить, что эта лампа очень качественная, и она не пахнет Китаем. Я была реально удивлена, потому что обычно товары вот подобного типа, они очень воняют Китаем. Ребят, если вы искали маленькую лампу из Пинтереста, то это отличный вариант. Всем советую. Вот артикул, вы можете убить его на Валберис и приобрести данную лампу. Также ссылочку я оставлю в описании, как и на все товары из этого видео, поэтому приобретайте. А мы продолжаем приятного просмотра. Это пудрец первой части, как бы вы можете сравнить размеры, что это намного больше. Дно прозрачное. Это пластик, достаточно плотный, поэтому я не думаю, что он разобьется с первого раза. Максимум с третьего. Вау, боже, я сейчас заплачу. Меня так легко удивить, здесь тоже помповочка вот такая есть. Товар стоит 120 рублей. За такие деньги я не ожидала хорошего качества, я прям приятно удивлена. На самом-то деле мне прям страшно наносить эту помповочку, потому что я не знаю, насколько она чистая, но я буду подопытной крысой, и ради вас я протестирую эту помповочку. Сыпется из банки очень легко. Давайте попробуем немного нанести на лицо. Наносится, как вы видите, оно прям хорошо. Вы видите это? Вот эта часть лица просто отфотошопленная. Офигеть. Я была уверена на все 100% что эта пудра мне не понравится, но черт возьми, она классная, что за бред. Я смотрю, я просто в шоке. Мое лицо выглядит как будто бы под фотошопом, оно безумно приятное. Обычно я наношу пудру прям долго, но этот продукт я нанесла буквально за пару взмахов. Я ставлю 100 из 10, потому что за такие деньги это просто находка. Если бы в этой пудре было зеркало, я бы просто разожидалась от счастья, честное слово. Я заказала палетку для бровей за 150 рублей. Она прям огромная, я думала она будет намного меньше. Эту палетку я видела много у кого в обзорах, и людям она нравилась, и мне было очень безумно интересно ее заказать. Она у меня в корзине лежала, мне кажется, месяц. Безумно приятно, когда дешевый товар упаковывают с душой, потому что эта палетка 100% разбилась. Эта упаковка держится просто на соплях, она вообще не закрывается. Типа, смотрите. Ну вы поняли, да? Мы получаем кисточку в комплекте, что? Вот эта белая штучка, это мыло, которое мы будем фиксировать в нашей брови. Афигеть. Вы видите эту пигментацию? Что? Что? Да я не ожидала. Пахнет прям дешевой косметикой. Не прошло и двух минут, и эта крышка уже оторвалась. Раз у нас есть кисточка в комплекте, давайте попробуем нанести это кисточкой. Тени сыпаются просто ужасно. Надеюсь, мы сегодня не станем забивной ловницей. Сейчас я растушую, и все будет выглядеть просто идеально. Наносит продукт очень быстро, и по оттенку мне подошло. Я брала вот этот оттенок, и концы я немного подвела вот этим, и визуально выглядит все очень хорошо. Пока что я очень рада. Давайте нанесем вот это мыло. Я добавлю немного воды. Чуть-чуть. Все. Я очень боюсь, что мои брови высохнут. А это вообще мыло или что? Почему оно так странно выглядит? Мои брови становятся просто белыми. Я надеюсь, я это расчешу, это будет выглядеть нормально. Со своей функцией продукт справляется. Но если бы почему я стала седой, я не хочу быть седой. Я вроде бы нанесла, растушевала, и все выглядит достаточно хорошо. Такой большой минус, что когда вы наносите это мыло, ваши брови стираются. К теории, если использовать другой фиксатор для бровей, то будет выглядеть нормально. Я поставлю семерку. Если что, задний план будет немного изменяться, потому что там сидит моя кошка. Ее, кстати, зовут Изабель, и она рак по знаку зодиака. Нет. Тени прям реально очень хорошие. Дорогая. Здесь три оттенка, и это... Также с плюсом могу отметить это пигментация. И у меня была подобная палетка для бровей. Я не знаю, почему именно палетки для бровей обладают такой функцией, что они все максимально неустойчивые. Чтобы сделать тени на лице, я буду использовать эту палетку, потому что я ничего не нашла на Валберес адекватного и интересного. Поэтому протестируем эти тени на лице. Я взяла самый светлый оттенок. Как я понимаю, это тональное средство максимально неустойчивое, потому что вы можете заметить, я только нанесла поверх какие-то тени, и как бы результат на лицо. Дальше я заказала то, что я ждала больше всего, потому что я когда увидела этот товар, я поняла, что мне он срочно жизненно необходим. Это румяна плюс хайлайтер за 200 рублей. Я заказала именно эту штучку, потому что упаковка, она просто невероятно странная, интересная. Оно очень красивое, оно безумно качественное. Я хочу поставить просто миллиард за упаковку, вы понимаете? Это прям какое-то стекло. У меня достаточно много косметики, и такую упаковку я никогда не видела. Смотрите, какая пигментация. Мне кажется, я нашла самый лучший товар на Валберес. Даже если вы не умеете краситься, этот продукт очень легко растушевать. Давайте нанесем хайлайтер, я нанесу его пальцами. Появилось такое свечение, прям максимально естественное, как будто бы, знаете, солнце светит. Расходуется очень экономно. Если вы хотите сделать какой-то максимально корейский макияж, то это оно, это реально оно. Поставлю я восьмерку. Дальше у нас идет самая интересная часть, и это глаза. Я заказала вот такую палетку теней. Она такая маленькая. Вы нашли секретное видео, как я пробую новую косметику Beauty Bomb. Тон мне очень понравился, потому что он очень высветляет, и он максимально универсальный. Я хочу сделать макияж очень милый, как и новая коллекция Beauty Bomb. Мне она, кстати, очень понравилась. Я взяла 0,2 оттенок румяна, чтобы создать максимально милый эффект. Выглядят они просто нереально, и они очень легко тушуются. Потом я взяла оттенок потемнее, и нанесла его на глаза вместо теней. Потом я подправила наши прекрасные брови. Да, еще у нас идет просто хайлайтер, который поразил мою душу. Он очень красивый. Все продукты было очень приятно наносить, просто сплошное удовольствие. Чтобы подчеркнуть наши глаза, я взяла тушь, и эта тушь самая интересная щеточка в моей жизни. Она, кстати, оказалась очень удобной. Мне прислали целых 8 помад с самыми универсальными оттенками, которые подойдут буквально на каждый день. Я взяла в 0,4 оттенке. Чтобы завершить наш образ, я взяла тинт в 0,1 оттенке и нанесла его в центр губ. И вот такой прекрасный макияж у нас получился, а мы продолжаем смотреть наше видео. Эта упаковка такая милая, смотрите. Я думала, эта палетка будет в разы больше, но она прям очень маленькая. Офигеть. Вблизи это выглядит вот таким образом. Я заказывала подобные палетки с Алиэкспресса, и блестки там были максимально жесткие. Здесь же блестки очень приятные. Вы что-то видите? Это те тени, которые даже не страшно наносить, потому что ты знаешь, что ты не нанесешь много, потому что ты просто не сможешь. И если вы искали что-то яркое, то это явно не ваш вариант, потому что это максимально нюдово. Давайте нанесем блестяшку. Выглядит очень мило. Я заказала вот такие жидкие тени, блестки. Когда я только начинала красить, я заказала точно такие же блестки с Алиэкспресса. Они прям реально в один в один. Оно прям очень красиво переливается. На самом-то деле это просто блестки с небольшим шиммером. Я очень довольна результатом, как это выглядит. Ставлю десятку. Свои деньги это полностью оправдывает. И реально советую попробовать. Этой палетке теней поставлю семерку. С плюсов это упаковка, потому что она очень качественная. Прямо она не развалится через два дня. Мне очень понравились эти блестяшки. Вы можете сами посмотреть, они выглядят просто замечательно. Из минусов эти два оттенка. Они не супер пигментированные. Так что если вы хотите что-то яркое, то это не ваш вариант. Растушевывается все очень быстро. Я заказала подводку за 64 рубля. Просто посмотрите на это. Просто подделка мака. Окей. У меня не было продукции мака, поэтому мне сложно будет сравнить. Рисует она очень хорошо. Наконечник очень твердый. Давайте попробуем сделать стрелки. Мне на самом деле очень страшно, потому что я не хочу обнадежиться, как в прошлый раз. Смотрите, она просто перестает рисовать. Типа я добрена, еле-еле. Нет. Пожалуйста, живи. Я нарисовала большие стрелки лишь потому, что подводка не рисует нормально концы. Мне приходилось выравнивать. И таким образом у меня стрелки становились все больше и больше. Я, в принципе, не удивлена, что эта подводка практически засохла. Это такой тип подводок. Если их надавить, то как бы здесь можно набрать продукты, нанести. Эта подводка намного лучше, чем в прошлый раз. Она четче рисует. Но при этом увидишь, что концы очень сложно нарисовать. Ставлю 3 из 10. Дальше идет самый главный герой нашего видео. Я заказала тушь за 76 рублей. Мне очень страшно за мои ресницы. Я увидела эту тушь у одной девочки. Давайте нанесем это на глаза. Я даже комментировать не хочу. Главное, чтобы наши глаза просто не отвалились после нанесения этой туши. Даже если она нарисует. Но что будет после? У меня ресницы достаточно длинные. На мне любая тушь будет выглядеть хорошо. Но она очень тонкая. Если у вас ресницы не длинные, либо же они смотрят прямо, то я не особо советую. Я нарисовала глаза, и мои ресницы выглядят вот таким образом. В моем опыте было очень много туши, и это стоит просто в конце, потому что она делает практически ничего. Я поставлю тройку. Я заказала еще вот эту тушь. И это не просто тушь, это блестки с тушью какие-то. Я на самом-то деле не особо поняла, что это такое, но я очень хотела это попробовать. Офигеть, это выглядит как будто бы какая-то детская игрушка. Выглядит супер стильно, мне очень на самом-то деле нравится. Просто можно поставить десятку за упаковку. По факту это не тушь, это просто блестки, которые вы наносите поверх. Либо же вы наносите на голые ресницы, чтобы ваши ресницы блестели. Здесь максимально бюджетная щеточка. Очень красиво выглядит, мне прям безумно нравится. Возможно, вам не видно, но в жизни это выглядит очень красиво. Этого продукта хватит на огромное количество времени, потому что израсходуется максимально бюджетно. И с плюсом упаковка она безумно качественная. Ставлю восьмерку. Этот товар я ждала больше всего. Это медовое масло-бальзам для губ. Я очень хотела попробовать это масло, потому что отзывы были очень хорошие. Прям реально ни одного негативного отзыва я не заметила. Очень красивая упаковка. У меня запахи достаточно притуплены, но это просто... Я думаю, по-моему лицу видно, но очень вкусно пахнет. Я реально подумала, что в баночке настоящий мед. Я как будто бы мед на губы наношу. Что? Я просто в шоке. Из плюсов могу отметить, что упаковка безумно качественно выполнена. Из минусов, наверное, это цена, но за 200 рублей я считаю это даже дешево. Ставлю сто из десяти. То, что я ждала тоже очень долго. Это помады за 150 рублей. У нас, по-моему, шесть штук. Упаковка, конечно, у нас максимально такая бич. Мне очень интересно, как это выглядит внутри. Смотрите. Здесь оттенки на все случаи жизни. Что? Оно пигментированное. Текстура у этих помад очень приятная. Все это выглядит вот таким образом. На самом-то деле, за такие деньги помады очень хорошие. Можно нанести просто в центр и как бы растушевать, и будет выглядеть просто замечательно. Если нанести поверх еще вот это масло... Я запуталась от упаковки. Я не понимаю, почему здесь вот так. Поставлю этим помадам спокойно семерку. За свои деньги товар очень хороший. Учитывая, что у нас пять оттенков. Очень приятные текстуры. Они не ощущаются на губах. Здесь пять хороших ходовых оттенков. Из минусов могу отметить, что это непонятная упаковка. Как это использовать? Также эта упаковка очень хрупкая. Она максимально ненадежная. Я нанесла это масло. Это выглядит просто невероятно. Все ссылочки на товары я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на мои соцсети. Я очень рада, что вы провели со мной это время. И на этом было все. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...